Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я снимаю на балконе. У нас жарко, здесь хотя бы прохладно, хотя достаточно шумно. Но я надеюсь, что мой голос слышен. Поговорить я сегодня хочу на тему, которую предложили мне сразу несколько моих зрителей. А именно на тему фотографий. В своем инстаграме я недавно выложила фото, которое заняло какое-то там место, удостоилось какого-то там приза со стороны судей на сайте VueBag. Кто знает, это сайт для профессиональных фотографов, которые делятся своими фотографиями. Фотографии на этом сайте скачать невозможно, их можно только купить. Так что это также можно сделать себе как такой небольшой бизнес. Ну, я на самом деле на продажу свои фотографии не выставляю, пока я новичок на этом сайте. И тем не менее, вот эта последняя фотография, она навела меня на мысль о том, и моих зрителей тоже, что можно сделать слайд-шоу под красивую музыку, такие мелодичные песни, и показать своим зрителям свои фотоработы, которые я сделала в течение последних лет семи, наверное. Мои зрители попросили меня поделиться какими-то секретами, поделиться тем, как я нахожу интересные кадры, как их надо искать, как надо сфотографировать правильно. Ну, на самом деле, я, конечно же, не профессиональный фотограф, все-таки я фотограф-любитель, но генетически во мне все-таки заложено умение видеть правильный кадр от дедушки, от мамы, которые, в принципе, полупрофессионально этим делом всю жизнь занимались, даже сами проявляли, печатали дома фотографии. И, в принципе, мама пыталась меня научить видеть интересный кадр, но все-таки я как-то к этому пришла сама. Итак, чем отличается интересная фотография-искусство от обычно сделанной фотографии? Зачастую, когда мы гуляем по городу, путешествуем, выезжаем на природу, когда нам дарят цветы, ну, разные, да, жизненные ситуации, мы обычно хватаем в руки фотоаппарат или телефон и, наведя его на необходимый предмет, здание, гору или дерево, делаем щелк. Однако, уже наметанный глаз фотографа, который хочет из своей фотографии сделать не просто фото, а как бы предмет искусства, картину, если хотите, то есть, чтобы фотография имела художественную ценность, он все-таки к этому щелку подходит с другой стороны. А именно, вот, допустим, вы фотографируете какое-то здание. Во-первых, вам необходимо посмотреть, насколько выгодно оно освещено. Некрасиво будет смотреться фотография здания, если прямо перед ним стоит какой-нибудь грузовичок, какая-нибудь машина, которая совершенно там неуместна. Если свет нехорошо падает, надо выбирать время суток, потому что здания разного цвета, разные текстуры стен, они под разным освещением в течение дня, они отличаются друг от друга. Ну, что касается фото зданий, это да, это отдельная история, но я хочу больше уделить внимание рассказу о том, как сделать интересный цепляющий взгляд снимок. Вы должны видеть, когда наводите камеру на что-то, вы должны видеть не просто вот этот предмет и все, вы должны смотреть его в перспективе, видеть его в перспективе. Допустим, вы видите этот предмет, но вы должны посмотреть, под каким углом его можно снять, может быть, за ним находится какой-то другой предмет, который, на фоне которого создастся интересный контраст, создастся какой-нибудь романтический эффект, цветовой, интересный по разности тем. Далее, что я хотела вам сказать? Да, если вы фотографируете цветы, старайтесь взять композицию так, чтобы был либо один цветок на фоне зелени, либо два, либо какой-то букетик из цветов, и чтобы рядом вот на картинке непонятные куски лепестков, чтобы они не были видны, они внимание отвлекают зрителя. То есть, чтобы по центру шел цветок, а уже на фоне размытая зелень, например, шла. В Буэнос-Айресе, например, я очень любила в парке Роз фотографировать цветы, очень сильно приседая на корточке, потому что там были очень красивые уличные фонари, старинные. И под определенным углом я ловила кадр так, чтобы у меня на первом плане был цветок сфокусированный, а на заднем фоне за ним уже шел, например, вверх этого фонаря. Ну, в зависимости от того, как зумировать и все, можно так скомпоновать. Потом очень интересно фотографировать какие-то статуи, элементы крыш на фоне неба. Либо это поразительно синее небо, и тогда, допустим, на каком-то соборе фигура святого, она вообще будет такой вот на лучезарном, таком лазурном фоне, она будет особо выходить. Если вы фотографируете что-нибудь такое драматичное, интересно оно будет смотреться на фоне туч или облаков. Особым коньком в своем фотоискусстве я могу посчитать фотографии природы, особенно пустиков, листиков, деревьев, которые я снимаю на солнце, то есть, чтобы солнце светило сквозь листву. Это невероятно красивые кадры получаются. И вот я вам советую, особенно осенью и весной, поохотитесь за солнцем. Это в основном должно быть закатное солнце, потому что оно более желтое, иногда более красное. Тогда оно заставляет играть листву совершенно иными красными. Не обязательно, если вы фотографируете человека, чтобы его лицо было четко видно. Человек, например, если вы видите красивый какой-то фон, допустим, из осенних листьев, освещенный солнцем, то человек или статуи, стоящие на переднем плане, понятно, будут в тени. Но в зависимости от того, как повернется голова, профиль, поза, то есть у вас получится потрясающий такой осенний фон, и на его фоне получится, то есть и на первом плане получится такой практически черный силуэт. И вы не представляете, вот в сочетании друг с другом, как это красиво. То есть, что бы вы ни снимали, не смотрите на предметы, деревья, растения, дома, вот прямо так, как они перед вами стоят. Всегда оглядывайтесь вокруг и смотрите дальше фотографируемого предмета. Иногда очень интересный эффект получается, когда передний фон размытый, а задний сфокусирован. Тоже смотря, что вы снимаете. Допустим, вот у вас идут кусты цветов, не важно каких, а где-то за кустами вдали находится какая-то статуя. И если вы присядете, камеру прямо буквально на эти кусты поставите, сфокусируете статую и размоете передний фон, у вас просто потрясающая картинка получится. Не ленитесь ложиться на землю, буквально в смысле слова, потому что иногда самые интересные кадры получаются, глядя снизу вверх. Вот. Ну, опять-таки я говорю, что я не профессиональный фотограф, я просто очень много интересовалась, и дома много чего слышала, видела. Потом я с детства очень любила смотреть профессиональные фотоальбомы. У нас и по Праге были, и по другим каким-то, и по Англии, и по Франции, сделанные профессиональными фотографами. Я всегда по сто раз пересматриваю эти альбомы, красивые, такие клянцевые. Я всегда обращаю внимание на то, как они сняты. Даже вот, знаете, иногда, если в тысячу лет раз мне в руки попадется какой-то гламурный журнал, я смотрю не на одежду, не на косметику, а именно на то, как фотограф увидел картинку. Итак, ладно, не буду вам заговаривать зубы. Вас ждет очень красивая музыка. Надеюсь, с интересными для вас фотографиями. Всем спасибо за внимание. Пока и приятного просмотра.